Мы с вами уже неоднократно видели, мягко говоря, не самые удачные ремейки, сиквелы или спин-оффы культовых фильмов прошлых лет. И список тут реально может быть очень и очень длинным, причем каждый раз после того, как новый такой фильм проваливался в прокате, зрители не скрывали своего негодования и все такое, но что касается самих киноделов, ну, например, создателей этих самых произведений, которые подверглись, скажем так, очередному ремейку, они, как правило, сохраняли стоическое молчание. Не знаю, в чем тут причина, то ли в киношной солидарности, то ли в чем-то еще, но мы практически никогда не слышали, чтобы какой-нибудь режиссер старых добрых охотников за привидениями, например, встал и сказал, вы глупые бездари, что вы сняли за ужасное посмешище, говоря, скажем, о фильме 2016 года. Такого мы не видели никогда до сегодняшнего дня, когда звезда старой школы и культовый режиссер просто в пух и прах уничтожил новый, по его мнению, бездарный ремейк, опозоривший его легендарное детищем. Всем привет, с вами Юту, и мы начинаем. Итак, мы, конечно же, говорим сегодня о фильме «Ворон» 2024 года с Биллом Скарсгардом и FKA Twigs в главных ролях. Данное кино является, по сути, ремейком культового старого Ворона 1994 года с Брэндоном Ли в главной роли, и хотя сами создатели новинки говорят, что они не снимали ремейк, а делали полное переосмысление и все такое, все же зрители уверены в обратном и считают в массе своей, что перед нами очередная попытка поживиться на бессмертной классике, причем попытка не очень талантливая, а скорее наоборот. Примерно такое же мнение, к слову, высказывал и режиссер оригинального фильма Алекс Прояс, который яростно выступал против вообще самой идеи создания нового Ворона. Прояс аргументировал это тем, что данный фильм принадлежит Брэндону Ли, и что именно этот актер создал образ Ворона и, более того, заплатил за него самую высокую цену, которую актер может заплатить за роль. Напомню, если кто не в курсе, что Брэндон Ли погиб на съемках фильма, лишь немного не дожив до их завершения, поэтому, конечно, Ворон навсегда остался со шлейфом темной и мистической трагедии. Может быть, еще и поэтому данную тему обходили киноделы на протяжении 30 лет, и, по мнению режиссера оригинального фильма, так бы должно было оставаться и впредь. Но создатели нового Ворона, конечно же, не прислушались к увещеваниям и, как будто вследствие злой кармы, потерпели жесточайшее поражение. Во-первых, и критики, и зрители поспешили разгромить новый фильм, причем критики в этом вопросе были даже еще более категоричны, чем аудитория. Но и она, в свою очередь, нанесла фильму, наверное, самый болезненный удар, ведь при бюджете в 50 миллионов долларов плюс расходы на рекламу, новый Ворон собрал за две недели проката всего 13 миллионов баксов, при том, что для самоокупаемости фильму нужно минимум 100, а то и 120 лямов. Надо ли говорить, что подобной цифры это кино никогда не достигнет? И вот здесь вышел на сцену все тот же Алекс Прояс, режиссер оригинального Ворона, который развернул настоящую пиар-компанию, где просто поиздевался над новинкой и ее создателями. Сперва режиссер еще 23 августа, через день после премьеры Ворона, опубликовал на своей странице сообщение, которое звучало как «Ух ты, рецензии просто зверские». Тут, видимо, имелся в виду разгром фильма критиками. Далее, 25 августа последовало столь же краткое замечание «Ух ты, кассовые сборы — это кровавая баня». Ну здесь как бы и комментировать особо нечего, ведь да, первые выходные Ворона оказались тотальным провалом, о котором написали все. Ну а дальше, после этого, создатель оригинального фильма написал и вовсе уничижительный пост, заявив «Я думал, что ремейк — это циничная попытка срубить денег». Похоже, денег там не так уж и много. Что, конечно, просто выбило дух из создателей новой версии Ворона. Более того, еще дальше режиссер заявил что-то вроде «Может быть, создатели Ворона могли бы предоставить копии фильма как пособие, как не надо снимать кино? Ведь кинотеатрам после следующего уикенда они все равно уже не понадобятся». Ну короче, это просто тотальный разнос и троллинг сотого левела. Понятно, что звучит и выглядит это уж очень едко и издевательски, но, видимо, создатель оригинального фильма исходит из логики, мол, я вас предупреждал, так что не жалуйтесь. И, как мы говорили ранее, это чуть ли не первый прецедент подобного рода, когда создатель старого фильма настолько входит в конфликт с новыми киноделами. Как вы считаете, прав ли он и изменит ли другие авторы свое мнение после подобного? Может быть, у нас станет меньше провальных ремейков? Кто что думает? Пишите ваши мысли в комментариях, ведь на сегодня это все, так что обязательно подпишитесь на наш канал и на наш телеграм-ссылка, как всегда, под видео. Спасибо всем за просмотр. Пока-пока.